Всем привет дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал Светлана Райна Дачи. Сегодня вот у нас за окном такая пасмурная погода. Довольно-таки чуть-чуть похолодало, дождик идет. А я дома сижу одна. И сейчас вам хочу показать какая рассада и надо мою свою рассаду уже потихоньку перевозить на дачу. Здесь ей некомфортно. Вот дорогие друзья, вот так рассада моя уже выросла. Целые дебри. Вот такие замечательные помидорчики. Вот такие они у меня уже большие, но они все еще у меня стоят вот так в пакетах. Вот здесь у меня, друзья мои, мои фиалки тоже подросли довольно-таки хорошо. Вот здесь вот у меня астры, хризантеллы тоже подросли. В общем-то вся рассада довольно-таки сильно вытянулась. Артишоки вообще гигантские просто. Очень хорошо себя чувствует сельдерей. Он пышный, большой, несмотря на то, что этот сельдерей был посеян 4 марта, дорогие друзья. Вот дельфиниумы мои замечательные. Я их, конечно, дорогие друзья, вот совсем недавно, до недавнего времени не подкармливала. А сегодня первый раз я подкармила свои цветы и вот сельдерей с раствором эпина и, значит, фитоспорином подкармила. И немного добавила комплексных удобрений фертика. Немножечко совсем вот на кончике ножа растворила, на трехлитровый чайник и вот все-все это полила. Но завтра я часть рассады увезу. Вот посмотрите, вот здесь у меня клематисы, дорогие друзья. Они уже, посмотрите, видео, их вообще у меня не было. Были зачатки ростков. И вот такие они уже стали. Вот, подросли маленечко, чуть-чуть стали крепнуть. Я все-таки их пролила раствором эпина еще, чтобы они еще-еще стали крепче. Вот этот самый-самый такой, знаете, крепкий клематис. Прекрасно они себя стали чувствовать. Я уже пакеты сняла. Были пакеты сверху. Вот. И решила, что хватит. Пусть закаляются. Так, вот это другой клематис. Вот. Вот так вот. Они у меня здесь пока живут. Но я их тоже увезу на дачу. Дорогие друзья, как вы видите, все у меня сидит в пакетах. Ну, в закрутках имеется в виду, а закрутки сами находятся в пакетах. И вот вы видите, как у меня буйствует тут лук. Какой он уже большой. Какой он пушистый. Какой он хороший. Вот вторая закрутка лука. А другая я вам показывала на даче. Она уже скоро догонит вот этот лук, который был высажен намного раньше. Меня радуют вот эти помидорки. Это вот помидорки. Одна закрутка ботяня. Вот эта закруточка, вот эта вот закрутка у меня от партнера. Не помню уже какие. Но вот здесь только партнер у меня сидит. Вот. А это вот от нашей фирмы сибирской. Сибирские помидорки. Вот эти помидорки довольно-таки очень хорошие. Видно, что они крепенькие. Вот, дорогие друзья. Здесь, вот смотрите, сразу видно, это вот высокорослые помидоры. Да? А вот это низкорослые. Посмотрите, какие они маленькие. А потому что они супер детерминатные. Вот здесь вот супер детерминатные помидоры, штамповые. Значит, сейчас скажу я вам, как называется. Подождите. А, штамповый, крупноплодный. И салуха вот здесь сидят вот у меня. Здесь опять штамповый, по-моему, есть. А, здесь клуша. Клуша, боец и санька. Вот, видите, клуша от саньки отличается. Санька подрос. А клуша вот такие там маленькие совсем. Вот. Вот эти помидоры самые-самые. Вот последние я закручивала в закрутке. Вот, даже не помню, какого числа. К сожалению, здесь нет. Но это очень поздно я делала. Где-то даже в 20 какого-то марта. И вот они уже, смотрите, какие хорошенькие, низкорослые, крепенькие растут. Вот здесь у меня всегда открыто окно. Я не щажу рассаду. И вот она такая вот крепенькая, приземистая. А вот здесь вот эти, которые чуть-чуть пораньше. Но это тоже мартовские все томаты. Вот. Они тоже себя замечательно чувствуют. Но это уже совершенно другие сорта. Даже сейчас вам... Подождите, сейчас гляну какой. Так. А, это вот тоже любимый праздник. Розовый мед. Не из низких. Вот. Но это тоже детерминатные сорта. Сейчас покажу еще. Так. Так, опять же, розовый мед. Дуся красная. Вот здесь вот толстый джек. Вот все как-то они в одной паре. Вот. А здесь немножко повыше другие томаты. Ну, ладно. Вот с томатами, наверное, здесь все. Дальше, смотрите, дорогие друзья. Здесь у меня пышет рассада лобелии. Вон какая она уже у меня вся хорошенькая. Это вот совсем поздно посажено. По-моему, в марте. Да. А это вот петунья тоже я в марте сеяла. Посмотрите, как она догнала. Вот. А это вот февральская. Так вот, получается, что мартовские пассивы догоняет февральские. И никогда не надо торопиться, дорогие друзья. Вот здесь вот в пакете у меня еще петунья подрастает. Даже не знаю, какой сорт. Вот. Тут в этих стаканчиках еще петунья. Тоже неплохо. Но здесь совсем холодно. Вот она даже листики скукожила. И вот здесь вот еще одна петунья. Вот. Вот, в общем-то, дорогие друзья, вот такая цветочная рассада. И я, знаете, что решила? Я решила, что я рассаду цветочную увезу. Хотя говорят, что еще холода будут. И буду уже делать в вазоны перевалку. Вот смотрите, какие большие уже здесь петуньи, да? И я вот эти буду рассаживать прямо в вазоны. Потому что мне больно смотреть, как они мучаются здесь, в этом кузовке, скажем так. Но в этой тепличке. Но, в принципе, пока-пока неплохо. Вот. Пока. Ну, в общем-то, вот такие, дорогие друзья. Я очень довольна, что рассада выпадов нет. Слава Богу. Вот. Все растет. Вот здесь я еще не показала. Вот здесь еще один сельдерейщик растет. Две закрутки. Кстати, вот это, по-моему, февральские. А те мартовские первые я вам показывала сельдерей. Так вот, я еще раз говорю, дорогие друзья. Никогда не надо торопиться. Спасибо. Март всегда догоняет февраль. Всегда. Вот. Что томаты. И зачем нам огромные томаты? Они намного хуже болеют потомка при пересадке. Лучше высадить небольшие, крепенькие. И они быстро, в общем-то, адаптируются. Ну, больше всего меня, конечно, радуют мои дельфиниумы. Что они из семян прошли такой сложный период. Можно сказать, холодный период. Выросли, взошли. И, в общем-то, себя неплохо чувствуют в этих закруточках. И, конечно, клематисы. Дело в том, что я первый раз посадила свои клематисы. И это мой первый опыт, дорогие друзья.